Приветствую, уважаемые зрители, меня зовут Иван, и мы продолжаем проходить мобильную игру с Wordiglo, версию для Android. Ну что же, в предыдущем эпизоде мы успешно прошли огненные долины, победили местного босса и получили третью часть магического меча. А также мы накопили достаточно много кристаллов для того, чтобы приобрести магический доспех, так называемый Magic Armor, что я и сделал в конце предыдущего эпизода. Теперь наш персонаж облачен в самый мощный доспех, который только можно получить в этой игре. Теперь же нам предстоит найти, собственно, четвертую часть этого самого меча, последнюю часть магического меча. Находится эта самая часть в замке на вершине снежного пика, вот как раз-таки сейчас мы туда и направляемся. Огненные долины сменяются такими вот морозными снежными краями, что создает некий такой контраст. Здесь, разумеется, нам будут встречаться новые виды врагов. Новые препятствия, новые ловушки, ну, в общем, все мы увидим по ходу прохождения. Также не забываем исследовать локации на предмет всяких спрятанных тайников, сокровищ и так далее. Вот-вот-вот. Видите вот эту вот мелкую пакость? Это самый мой нелюбимый тип врагов в этой игре. Сейчас вы поймете почему. Это так называемые снежные жуки или сноубакс. Когда этот жук один, расправиться с ним не представляет особой сложности. Но вот когда их целая толпа, это создает определенные проблемы при борьбе с ними. Обратите внимание, насколько быстро и шустро они передвигаются. Они еще имеют привычку подпрыгивать при этом. И с ними действительно порой очень-очень сложно расправиться, когда их достаточно много. Поэтому в основном я прибегаю вот к такой вот тактике. Просто заманиваю их в какое-нибудь место, где они будут просто тыкаться в тупик. Сам при этом находясь в безопасном месте, я подрываю всех этих снежных жуков при помощи магической бомбы. На мой взгляд, это наиболее безопасная и выигрышная тактика в подобной ситуации. И меж тем мы нашли очередное сокровище, в котором... Сундучок, да, сокровище, в котором было очень много кристаллов. А кристаллы нам сейчас нужно копить, потому что... Несмотря на то, что сейчас особо в магазинах мы уже покупать ничего не будем. Ну, за исключением, может быть, только эликсиров, да, восстанавливающих зелья. Хилинг поушенов. Нам, тем не менее, нужно накопить очень много кристаллов, а именно 999 кристаллов, для того, чтобы впоследствии мы могли получить за это ачивку. Ачивка, которую мы за это получим, называется, если мне не изменяет память, Too Rich, то есть слишком богатый. Именно так она называется. И ее дают как раз-таки за получение 999 кристаллов. Но, вот я, знаете, подумал так сейчас, такая вот мысль у меня в голове промелькнула. Возможно, было бы лучше, если бы я, когда вот в предыдущем эпизоде набрал там свыше 900 кристаллов, по-моему, 937, наверное, не стоило сразу тратить 900 кристаллов на покупку брони. Возможно, стоило чуть-чуть накопить кристаллов, чтобы я сразу мог уже однозначно набрать 999. И получил бы ачивку. А потом бы уже можно было бы потратить 900 кристаллов на броню. Ну да ладно. Что сделано, то сделано. Я все-таки надеюсь, что впоследствии мне хватит времени, скажем так, да, и кристаллов, чтобы накопить нужную сумму. Меж тем, мы встречаем тут одного, ну, по всей видимости, какого-то стража, не стража, ну, в общем, одного человека, пожилого человека, который сообщает нам, что где-то здесь в пещерах он нашел огромный золотой самородок. Но какие-то монстры украли у него этот самый золотой самородок, и нам теперь необходимо этот самый самородок вернуть ему. Выполнив это дополнительное задание, мы сможем продвинуться, разумеется, дальше. И впоследствии нам откроется путь к замку на вершине снежного пика. Так, да, когда этот жук один, расправиться с ним, как я уже говорил, достаточно просто, не так уж и сложно. Но вот когда их уже двое или трое, а если больше, это вообще караул, то тут уже не все так просто на самом-то деле. Действительно, наверное, самый опасный противник в этой игре, даже финальный босс, по-моему, не столь опасен, как вот эти вот мелкие твари. Но, тем не менее, расправиться с ними нужно, чтобы они не доставляли нам никаких хлопот в дальнейшем. Так, ага, я вижу очередную секретку, тут ее так вот затянили, скажем так, спрятали в тени, да елки-палки. Нужно попасть вот сюда, запрыгнуть вот сюда и забрать очередное сокровище, мешочек с экспириенсом, то, что надо. Ну, в принципе, не так уж и много нам осталось до следующего уровня, я не помню, там у нас сейчас 15 или 16 уровень, а может даже и больше, я уже точно не помню, ну да ладно. Так, там у нас ничего нету. Что ж, идем дальше. Здесь у нас встречается такой вот огромный снежный жук, какой-то жжи, the nest queen. Своего рода королевская особь вот этого снежного жука, и вот как раз таки она, по всей видимости, украла вот этот золотой самородок у того товарища. Мы этот самый золотой самородок нашли, но теперь нам нужно его пронести через все эти пещеры и вернуть его владельцу, для того, чтобы выполнить это задание. Конечно, этот самородок является в определенной степени обузой для нашего персонажа, потому что с ним он передвигается медленнее, не может выполнять двойной прыжок, но вместе с тем его можно использовать для борьбы вот с вот этими вот мелкими тварями. Когда дойдем до определенного места, я поясню это. Так, здесь у нас ничего, значит, движемся наверх. Вот здесь, да, сейчас будет такой не очень простой момент. Вот проблема в том, что тут у нас такие вот платформы, да, наклоненные. И, разумеется, этот самый самородок по ним скатывается вниз, нам нужно успеть его закинуть на вот такую вот платформу, при этом успеть его поймать для того, чтобы продвинуться дальше. Так, давай-давай-давай-давай-давай, тихо, отлично, успел. Так, вот где-то здесь сейчас, да, на нас попрут толпы этих жуков снежных. И вот вы могли заметить, я когда кинул один такой вот, точнее кинул вот этот вот самородок, один из жуков помер от этого. Ну и вот здесь, да, можно вот таким вот нехитрым способом расправиться с этими врагами. Движемся дальше, тут уже где-то должен быть выход из этих пещер. И в скором времени мы вернем эту драгоценность ее владельцу. Так. Да, вот мы вернулись, отлично. В благодарность, в качестве благодарности, да, за то, что мы нашли этот самый золотой самородок, этот товарищ переплавил его и сделал из него такой вот ключ, который позволит нам открыть вот эту вот решетку и продвинуться дальше. Не знаю, правда, как ему удалось в такие короткие сроки изготовить ключ, но опустим этот момент. Главное, что мы выполнили очередное дополнительное задание, помогли очередному дружественному персонажу. Так, нам выпадает очередной левелап, у нас уже 17 уровень. Отлично. Так, ага, здесь у нас уже появляются такие вот ледяные валуны, огромные. Напоминает чем-то лавовую долину, да, где были, точнее, огненные долины, да, где были лавовые валуны, только теперь здесь они ледяные. Но ничего, с ними, в принципе, не так уж и сложно расправиться. Ну, не расправиться, а убежать от них. Увернуться. Это, в конце концов, не живой противник, чтобы с ними расправляться. По вот этим платформам, разумеется, нужно передвигаться достаточно быстро, потому что они проваливаются, как вы могли заметить. И чтобы не упасть вниз, нужно действовать быстро и аккуратно. Так, здесь нам придется сейчас подняться наверх. В принципе, это логично, потому что замок, в который мы направляемся, находится на вершине снежного пика. А раз это вершина, значит, она находится вверху. Так, ну что ж, движемся дальше. Хотя, вот, компас показывает нам, что нужно идти куда-то вниз. То есть, мы сначала поднимаемся, потом опускаемся. Как-то какая-то странная траектория нашего путешествия, скажем так. Но, ладно. В конце концов, идти нам больше некуда. Так что будем двигаться по сюжету. Однако, однако, здесь надо кое-что забрать. А именно, очередное сокровище. Да, тут у нас еще один мешочек с экспириенсом. 1120 опыта. Да, все-таки, по ходу игры нам дают уже больше опыта. Как за врагов, так и вот эти вот мешочки. Тоже дают больше опыта. Но это логично, опять-таки, потому что нам этого опыта требуется сейчас гораздо больше, чем требовалось его на ранних этапах прохождения. Так, со снежными жуками расправились. Теперь двигаем дальше. Тут еще вот такие вот сосульки, которые начинают падать именно в тот момент, когда наш персонаж становится прямо под ними. Но, опять-таки, увернуться от них не так уж и сложно. Так, здесь нужно сейчас очень-очень быстро пробежать. Вот так вот. Чтобы не попасться под огромный ледяной валу. Так, а, да. Это место я тоже припоминаю. Очень неприятное место, на самом деле. Сейчас нам нужно будет прыгать по таким вот маленьким платформам. Но нам постоянно будут мешать летучие мыши. Вот эти вот. Да-да-да. Которые будут бесконечно распауниться, возрождаться. К счастью, их здесь не так много. То есть, там по одной-две мышки за один раз будет. Хотя нет, смотрите, уже три мыши. Значит, я ошибся. Видимо, просто, когда я их убиваю, сразу там остается одна-две мыши. Но если немножко с этим делом затянуть, да, их становится все больше. Ну да ладно, расправимся с ними сейчас. Ах ты, черт. Так, здесь у нас есть портал. Если верить карте. Да, точно. Хорошо. Вот. Frozen Temple. Замороженный замок. Как-то так можно. Или ледяной замок. Как-то вот так можно перевести название этой локации. По сути, это и есть тот самый замок на вершине снежного пика. Здесь нам предстоит найти последнюю часть магического меча. Но, разумеется, перед этим нам нужно будет изучить новое заклинание. Последнее заклинание. То есть, здесь у нас четыре части магического меча и четыре заклинания, которые мы можем изучить. Сейчас только расправимся вот с этим товарищем, Эдугани, Дедетли. Похож на тех скелетов, с которыми мы встречались ранее. Но за него, кстати, дают и ачивку. Так, и вот здесь, да, у нас встречается очередное такое своего рода препятствие. Это ледяные платформы, по которым наш персонаж передвигается крайне медленно. При этом здесь нужно в определенные моменты подбирать подходящий момент для того, чтобы перепрыгнуть с одной платформы на другую. И это немного усложняет задачу. Потому что, если неправильно рассчитать время, можно просто-напросто свалиться куда-нибудь вниз. И если там нету твердой земли под ногами, то... Все. Теряешь половину сердца. Так, тут у нас ключик. А также спрятанное сокровище. И опять мешочек с экспириенцием. Что-то довольно часто начали давать опыт. Я не скажу, что это плохо, это наоборот хорошо, но просто как-то вот в начале игры этих мешочков, по-моему, давали гораздо реже, чем сейчас. Ну, в конце концов, тем лучше для меня, потому что в таком случае я довольно быстро смогу набрать нужный опыт. Повысить персонажа до нужного опыта. До нужного уровня, извиняюсь. До нужного уровня. И увеличить тем самым его характеристики. Так. Теперь идем вот сюда. Так, секунду. Мы еще не взяли тут сокровища, да? Но мы пока не вышли из этой локации, да. Ой-ой-ой. Да-да-да. Это место я тоже припоминаю. Да, теперь нам нужно будет прыгать по таким вот замороженным платформам. Как вы можете заметить, персонажа нашего немножко заносит. Вот. Плюс нам еще будут мешать вот эти вот мыши. А из-за того, что нашего персонажа постоянно отбрасывает назад, когда он получает повреждения, очень сложно удержаться на этих платформах. Они, во-первых, крайне маленькие. Очень маленькие, да? Да, плюс они еще и скользят. Очень-очень сложно на них удержаться, но... Нужно сейчас постараться добраться до верха. При этом сохранить большую часть здоровья. Ну, тут, в принципе, неподалеку, если что, есть портал. Опять-таки, можно будет вернуться там куда-нибудь в деревню или в город, чтобы подлечиться. Да и, если что, прикупить эликсир целебный. Да, елки-палки, что вы делаете? Черт. Эти мыши. У меня уже совсем не осталось здоровья из-за них. Вроде бы не такие и сильные враги, но вот досаждают очень сильно. Но, к счастью, мне выпал очередной левел-ап. Очень своевременно он выпал. Потому что повышение уровня автоматически восстанавливает всю ману, все здоровье. Что не может не радовать в такие моменты. Так, ну что ж, в этой локации мы собрали все сокровища. Мы ее полностью зачистили, поэтому можем двигаться дальше. Расправляемся с очередным магом. Скелетообразным. Фростмейдж. Ну, в принципе, ничем не отличается от тех магов-скелетов, с которыми мы сражались ранее. Только лишь названием. Так. Значит, все-таки я думаю вернуться вот сюда. В эту деревушку. И все-таки, наверное, да. Куплю еще одно зелье исцеляющее. Потому что чувствую, придется мне еще натерпеться. А босс здесь, кстати, будет достаточно сложный. Правда, я не знаю, успею ли я дойти до босса в этом эпизоде. Потому что вот сейчас я по таймеру смотрю. Он идет уже почти 19 минут. То есть, где-то минут там через 6-7 придется потихоньку закругляться уже. Вот. А до босса еще не так уж и близко, скажем так. То есть, еще довольно долго нужно будет к нему идти. Миновать тут кучу всяких ловушек. Опять-таки, все еще будет зависеть от того, как я буду проходить все эти места. Но постараюсь затратить на это минимум времени. Ну, если в этом эпизоде я не доберусь до босса, то в следующем точно, думаю, мы до него дойдем. Просто здесь, на самом деле, босс не такой уж и простой. И, конечно же, без нового заклинания, которое мы здесь сможем изучить, нам его никак не одолеть. И вот забегу немного вперед, скажем так, небольшой спойлер, возможно, будет. Помните, в одном из предыдущих эпизодов мы встречали такой вот портал, особый красный портал, который позволял нам перемещаться в другую, скажем так, реальность, да, в альтернативное измерение. Когда весь экран вот краснел, да, и мы попадали в какую-то такую вот параллельную реальность. И тогда я еще обратил ваше внимание на то, что, сказав, да, что впоследствии мы сможем самостоятельно путешествовать в эту самую параллельную реальность, да, вот наш персонаж обучится этому. Вот как раз-таки последнее заклинание, которое мы изучим здесь, позволит нам переходить в параллельное измерение. Но опять-таки из-за того, что это самоизмерение альтернативное, параллельно оно более опасно, чем, скажем так, текущая реальность. Хотя тут уже и сама реальность не такая уж и безопасная. Очень много тут всяких ловушек, врагов опасных много. Мы вновь встречаем дух нашего учителя. Да, он говорит, что вот этот портал ведет в другое измерение. И нам нужно пройти через него, попасть, скажем так, в темные миры, в темные измерения. И нам нужно будет в этом самом параллельном измерении добыть особый артефакт, который впоследствии и поможет нам изучить последнее заклинание. Ну что ж, проходим через этот портал. Вновь экран краснеет. Сейчас нам нужно преодолеть небольшой путь. Не самый опасный на самом деле. Но преодолеть нам его придется дважды. Здесь нам встречается новый враг. Таких, кажется, еще не было. Летающие коррупторы, которые еще и обладают умением автоприцела. Но с ним расправиться не так-то уж и сложно. Сейчас там нужно добраться до определенного места и, как я сказал ранее, найти определенный артефакт. И потом артефакт этот самый нужно будет принести обратно к нашему учителю. И тогда он сможет нас обучить последнему заклинанию. Вот, наверху вы могли заметить, сейчас находится такая вот... Я даже не знаю, как это назвать. Ну, некая ваза, да, в форме какого-то глаза. В общем, вот что-то вот такое вот. Сейчас нам нужно пройти назад, вернуться к нашему учителю. Только дождемся, пока эта платформа опустится вниз, потому что вверху, как вы можете заметить, находятся острые колья, которые смертельны для нашего, черт, персонажа. Я упал, к сожалению. Ну да ладно. К счастью, этот артефакт, если мы его теряем, он возрождается в том же самом месте, где он был изначально. Нужно только вернуться, вновь его взять, и на сей раз действовать аккуратней, не спешить. В принципе, за нами тут пока никто не гонится. Единственный противник, который здесь был, это летающий этот корруптор, но мы с ним расправились успешно. Больше нас здесь пока что никто атаковать не будет. Единственный наш враг на данный момент, это бездонная яма. Так, ну давай, опускайся уже. Капризная платформа какая-то. И по всей видимости, вот эти самые платформы, движущиеся, по которым мы сейчас прыгаем, они как раз таки вот, что называется, доступны, да, только вот в параллельном измерении. Я уже говорил ранее, что вот как раз таки в этом параллельном измерении могут быть доступны какие-то объекты, которые в обычной реальности в принципе недоступны, не видны. И вот как раз таки, используя вот это самое заклинание, которое мы сейчас получим, и путешествия между реальностями, мы сможем впоследствии одолеть местного босса, который охранит последнюю часть магического меча. И после того, как мы этот самый последний кусок, да, последнюю часть меча мы найдем, мы сможем его собрать, более того, мы сможем вооружиться этим самым мечом, и это будет самое крутое оружие, которое только можно получить в этой игре, и тогда наш персонаж будет, скажем так, очень крутым. Останется только прокачать его до какого-нибудь максимального уровня, если это возможно, но по-моему, все-таки здесь есть какое-то ограничение, то есть нельзя, по-моему, тут до бесконечности прокачивать персонажа, но опять-таки, когда мы дойдем до конца игры, даже если там будет не максимальный уровень, да, то есть прокачивать персонажа, наверное, можно будет прокачать его, да, до максимального уровня, но смысла в этом уже особо никакого не будет, потому что вся игра будет фактически пройдена, и на прогресс, насколько я знаю, уровень персонажа никак не влияет. Но поживем-увидим, можно будет его прокачать до максимума или нет. Сейчас нам пока нужно избавиться от вот этих вот снежных черепахообразных пушек. К сожалению, мы не можем отбивать его прожектайлы, чтобы они летели обратно, мы их можем только уничтожать. И вот тоже интересная такая вот особенность Frost Beetle, да, то есть вроде как снежное существо, и несмотря на то, что вот я стреляю своими прожектайлами, которым применен амулет льда, да, ледяной амулет, по идее у вот этих вот врагов должен быть какой-то иммунитет к подобному артефакту, да, к каким-то ледяным атакам, да, к снежным атакам, но тем не менее здоровье у них от моих прожектайлов отнимается. Так. Ага, ну там находится решетка. Вот. Видите, что происходит, когда мы перемещаемся в альтернативную реальность. То есть вот этого столба с выключателем не было в обычной реальности, и сейчас, собственно, нету, но как только мы попали в альтернативную реальность, мы вызвали очередного корруптора, и вместе с нами он попал в эту реальность. Сейчас его нужно победить, и если я правильно понимаю, из него должен будет выпасть ключ, который поможет нам открыть эту решетку. черт, но у меня уже было мало здоровья, пришлось воспользоваться эликсиром, хотя я хотел его приберечь для босса, но я думаю, впоследствии еще можно будет найти портал. Перед боссом в любом случае должен быть портал, еще один, как минимум. Можно будет вернуться в какой-нибудь город и прикупить еще одно зелье. Да. Так, ну что ж, и я думаю, на этом мы закончим этот эпизод, потому что длится он почти полчаса, надеюсь, что он был для вас интересен, и напоследок мне остается пожелать вам удачи, хорошего настроения, всем пока, и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok